Глубокий философский смысл и разнообразие художественных средств. Василий Фомюк родился в украинской деревне Мокрое. От рождения он лишен слуха и голоса. Это обострило его эстетическое восприятие окружающего мира. В 11 лет талант будущего художника заметил педагог в школе-интернате. Он посоветовал воспитаннику профессионально обучиться живописи. Тогда художник отправился в город Павловск, Ленинградскую область, где получил специальность художника-оформителя. Во Владимир мастер попал по распределению на тракторный завод. Художник в своем творчестве продолжает традиции знаменитой Владимирской школы живописи. Это действительно тот художник, картины которого выполнены с одной стороны так же постозно, вот как это делалось в 60-х годах, но они обладают тем же мажорным настроением, оптимизмом. В них присутствует какая-то радость, в них много добра. Василий Фомюк – член Союза художников с 1993 года. Постоянно живет и работает во Владимире. За последние 20 лет он принимал участие в множестве выставок и салонов в России и за рубежом. Его работы находятся в собрании Государственной Третьяковской галереи, а также в частных и корпоративных коллекциях мира. Василий Фомюк пишет в различных жанрах. Среди его работ можно встретить пейзажи с анималистическими элементами и портреты. Его картины отличает оригинальная цветовая палитра, тонкая передача фактуры и объема. Выставка работ Василия Фомюка продлится до 9 декабря. В другом зале Центра изобразительного искусства зрителей ждет выставка голографических живых картин. Работы для экспозиции собрали физики Государственного оптического института в Санкт-Петербурге. Сама технология изготовления голографических картин – это очень вещь уникальная. И делается это с помощью лазерных лучей. Хочется заглянуть за эту рамку и посмотреть, на самом деле, может быть, там предмет находится. Настолько это все качественно и объемно сделано. На выставке представлены голограммы скульптур, иконы портретов, выполненные мастерами из разных стран – России, США, Франции и Индии. Картины создают ощущение трехмерной реальности и динамики. На экспозиции можно увидеть монохромные одноракурсные и двухракурсные голограммы, которые меняют картинку под разным углом зрения. Погрузиться в мир визуальных иллюзий и метаморфоз зрители смогут до 13 января. Екатерина Калмыкова, Алексей Кандалов, телеканал «Вариант».